Всем привет! Меня зовут Катя Лисич, я художник и создатель вот таких вот классных раскрасок Тубус Крас. Тут у меня две серии, одна с динозаврами и вторая с цветочками, птичками и морскими всякими обитателями. В общем, там полные ассорти. Сегодня я вам хочу сделать подарочек. Знаю, что многие сейчас на карантине сидят с детьми и главный вопрос, чем заняться. Так вот, раскраски это очень классная тема. Я подготовила для вас файлы с 24 картинками, которые можно раскрашивать и вообще делать с ними, что хотите. Ссылочка для скачивания будет в описании. Скачивайте, пишите отзывы. И сейчас я покажу вам их покрупнее, а также расскажу, чем еще можно заняться с детьми и с этими вот распечатанными раскрасочками. Вот они, эти раскрасочки. Тут 24 картинки, они очень разнообразны по сюжету. Тут и морская тема, видите, кальмар, краб, замок, кораблик. В общем, все, что хотите. Я уже подготовила файл к печати, то есть вам надо будет их только скачать и отправить на ваш принтер. У меня тут два формата. Вот такие, где четыре на одном листе формата А4. И также, где расположены две картинки. Выбирайте свой масштаб, как вам больше понравится. Детишкам постарше можно распечатывать более маленькие форматы, а помладше более крупные, чтобы им было удобнее раскрашивать. Вы можете их разрезать, сложить аккуратно стопочкой или просто раздавать, носить с собой, в общем, что угодно с ними сделать. Но также я вам хочу показать, что можно сделать с детьми свою книжку-раскраску. Это очень просто, очень забавно. И сейчас покажу, как это делать. Давайте сделаем из маленьких раскрасочек книжечку, чтобы можно было брать ее с собой на будущее. В принципе, если дома хотите раскрашивать, то удобнее будет просто в формате листочков. Ну, а если с собой, то будет классно сделать такую книжку-раскраску. Для начала, конечно же, нам надо будет их все разрезать. Режем только пополам, чтобы у нас две картинки были на одном листочке. Погнали! Чтобы проще было разрезать, можно их вот так вот сложить пополам и разрезать по линии. Можно даже аккуратненько разорвать, кому как удобнее. Либо порезать канцерярским ножом. Далее мы все складываем еще раз пополам. И дальше уже будем приступать к созданию нашей книжечки. Также нам понадобится один чистый листочек, чтобы сделать обложку для нашей книжки-раскраски. Мы берем обычный лист. Можете взять какой-то цветной, можете взять поплотнее какой-нибудь крафт, чтобы наша книжечка была более плотной и интересной. Я возьму обычный лист, также его сложу. Но для обложки я предпочитаю разрезать ножницами, чтобы была более ровная линия, не драная. И так же складываем пополам. Ну и теперь давайте складывать в книжечку наши раскраски. Давайте смотреть, чтобы они все были не верх ногами. Если вам хочется какой-то порядок особенный, пожалуйста. Мне кажется, здесь все равно. Они все между собой прекрасно перемешаны, интересно смотрятся. И тут уже все полностью зависит от вас. Вот мы нашу книжечку сложили. В принципе, она уже готова. Вкладываем ее в обложечку. И сейчас нам нужно ее скрепить. Сделать здесь такие вот дырочки. У меня для того, чтобы сделать дырки, есть шило. Но, возможно, будет очень-очень много бумаги, очень толстый слой, и у кого-то не получится проколоть. Но у меня вот шилом спокойно получается. Вот я сделала одну дырочку. Делаю вторую рядом, где-то на расстоянии полутора сантиметров. И теперь делаем снизу тоже такие же дырочки. Тут аккуратнее будете, не проколите себе руки. Так, и последнее. Вот все. Прокололи. Теперь сошьем нашу книжку. Для этого я возьму нитку и иголку. Нитку лучше взять потолще. У меня здесь ирис. Такой бежевенький. Цвета можно выбрать любые. И теперь в наши дырочки пропускаю иголку и аккуратно сшиваю. Я сделаю несколько стежков, чтобы держалось поплотнее. И узелочек, пожалуй, я сделаю с задней стороны, чтобы здесь у нас был только один красивый стежок. Так, первый готов. Завязываю на узелок. Один и второй. И теперь работаем с вторым стежком. Точнее, лучше сначала начинать отсюда. Оставляем хвостик, чтобы было чем завязывать. Вот такая вот красота. По этой схеме вы можете делать просто какие-то книжечки, может быть, свои журналы выпустить. Небольшое домашнее издательство абсолютно любого формата. Я, когда училась в школе, любила делать прям вот такусенькие маленькие книжечки. Это было очень интересное занятие. И потом я вклеивала туда какие-то вырезки, картинки из разных журналов. Простор для творчества. Отрезаю лишнее, чтобы много у нас тут ничего не болталось. Сразу, естественно, убираю иголочку, чтобы она никуда у меня не убежала и никуда не впилась. И теперь наша книжка-раскраска готова. Ее очень удобно брать с собой или раскрашивать прямо дома. Здесь один лист у нас получается чистый. Это сделано для того, чтобы, если вы будете раскрашивать раскраски фломастером, не просвечивало на другую картинку. Но если вы, например, работаете цветными карандашами или мелками, здесь вы можете нарисовать что-то свое. Но мы можем пойти дальше и украсить нашу книжку, сделав обложку. Можно ее обклеить какой-то тоже плотненькой бумагой, какой-то интересной. Либо прям что-то нарисовать. Я вот сейчас возьму самоклеющуюся бумагу и сделаю обложку для нашей раскраски. Я прикладываю раскраску с вот таким вот запасом, чтобы мы завернули внутрь края. Беру карандаш. Намечаю, где у нас тут середина и край. И намечаем вторую сторону. Где-нибудь вот здесь. И вырезаю. Сначала я линеечкой проведу линию, чтобы у нас уже все было ровненько. И красиво. Если самоклеющейся бумаги нет, можно сделать то же самое, только, естественно, использовать клей. Ну и пока вырезаю. Теперь аккуратная работа будет у нас. Мы отклеиваем защитную пленку. И вот наша обложечка уже готова. Но теперь нам нужно вспомнить, где у нас была середина. Я вот пленку, где у нас тут размечено, прикладываю и вижу середину. И так как у нас есть небольшой запас по краям, ничего страшного, если мы там на несколько миллиметров ошибемся. И я прикладываю аккуратненько, опять же смотрим, где там вверх, где низ нашей раскраски, аккуратно прикладываю нашу раскрасочку. Вот так вот и прижимаю. Вот у нас этот лист приклеился. И сейчас я сделаю здесь надрез. И с этой стороны, чтобы у нас спокойненько загнулись листочки. И вот здесь вот тоже. Здесь я вырезаю прям квадратики. Чтобы у нас ничего лишнего не оставалось. Вот. И аккуратно загибаю этот вот край бумаги. И дальше следующий. И третий. Вот обложечка с одной стороны готова. Чуть-чуть у меня тут помялось. И теперь клеем, делаем то же самое с этой стороны. Прикладываем аккуратно. И так же вырезаю здесь на уголках квадраты, чтобы мы спокойно все загнули. И так же— Все, наша книжка-раскраска готова Посмотрите, какая красота Теперь можно ее и таскать с собой, и рисовать дома И сделать с ней, в принципе, что захотим Можно даже сделать в подарочке друзьям Вот, спасибо, что посмотрели Я надеюсь, видео было вам полезно Вы развлечете себя, своих детей Скачайте раскрасочки Напишите отзыв, комментарий Буду очень-очень рада И поделитесь своими шедеврами Потом в инстаграм отмечайте меня Ищите меня там Я очень-очень хочу посмотреть, что у вас получилось И помните, что всегда из всего можно найти развлечение Какое-то интересное занятие с детьми Если вам будет интересно, то им тоже будет интересно Спасибо, пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok